вот по результатам встречи ципроса и путина это греческого лидера до много это обсуждается ну вот ты знаешь кроме кроме каких-то предположения и гипотез ничего нет на самом деле пустота я так понимаю чувак приехал получил какие-то бабосы лично возможно но как как положено подарки какие там чуть приехал к византийскому ампера до золотых пряник пряников да ну вот сейчас будет важный вопрос приедет на 9 мая или нет если америкосы больше закинуть пряников ну я говорю мы посмотрим сразу будет видно насколько об вами это надо что путин не приехали если грек не приедет значит действительно проводился наоборот пускай скажет 1 пускай приедет для смеха это нормально кто грек грек приехал через реку как и наши все каналы будут захлебываться пытаясь из из греции вытянуть в мировую супердержаву как минимум до премьер-министр россии совершил визит страны юго-восточной азии во вьетнам и в таиланд тут написали мы подумали то хорошо и знаете про историю но я по крайней мере знаю в отличие от путина что когда большевики пришли к власти первый же день им стали служить 30 тысяч офицеров на их сторону перешли 30 тысяч поэтому мы это знаем и имеем ввиду да но раньше большевистские эти ну не только большевистские революционные агитаторы да они же ходили и агитировали там по казармам а сейчас же не надо вот конечно конечно же не читал даст рассказал и то что они дураки к сожалению к счастью не понимают вот и вот и подсказал хорошо нам не надо агитировать показал что у нас в огромное количество людей которые за этих казарм нам сами пишут ну вот медведев слетал в таиланд его вьетнам ну да ну черт горел даже самую задачу маленького под напрягли отправили приглашать азиатских начальников на 9 мая на воде по моему не до того точно а в таиланде по моему не до того не ну если представь если он я уверен что он этого не сделает потому что он не сможет этого сделать там если будут там раму 9 пригласил до короля тайского ну да нет вопросов дан там во первых там сколько 87 до лет или сколько 87 я думаю что не оторвет гру говоря попу и не поедет это должна быть аргументация бешеный а если они пригласят одного из премьер-министров которых там через день снимают ну ты же сам понимаешь какой-то вес ну так он он приедет его завтра все равно снимут и позже завтра там там же как раз давайте назначим специально под путинский праздник какого-нибудь премьер-министра на пару дней ну а в вьетнам безусловно приедет потому что мы как бы его в 13 друзей вовшина включали до того что ну там реально что-то они получат за то что приедут не но но и у них конечно у них с нас нами связи традиции я говорю как у нас ребята ездили просто значки там раздавали вот эти пионерские наши брали мешок значков и вот за эти значки пионерские комсомольские там ребята вообще прям все все ну то есть у них вот это советское она там еще вот вьетнамец и русские братья на век вот так уехал из отпуска через москву форменной одежде будучи пограничником но рост у меня сто восемьдесят четыре сантиметра и подбегают ко мне вьетнамские офицеры рядом с городским парком с московским парком культуры отдыха имени горького они вот ровно в половину вот такие вот представляющих толпал но они уж как со мной вот так тут только эти пирамиды только не строили они сюда сели сюда встали вот фотографировали такие они были довольны как дети я думаю пусть уж я так и фуражку поснимал это посулетовал вместе с ними замечательно так что понятно что для них это некое счастье сюда в москву приехал на парад в общем хорошо в летние приостановили трансляции тен телеканала ртр планета после передачи жириновским ну да на самом деле с жириновским ну там говорил он там слова которые они из интерпретировали такие кстати совершенно правильно сказать что это призыв к войне что это призыв к уничтожению украинцев и так далее и так далее ну то есть как конечно выступал как козел но не только из-за этого не только из-за жириновского там же все выступают с призывами к войне там все призывают уничтожение украинцев то есть я имею ввиду кого официальные И вот эта линия этих каналов правильно что запретили? Я только удивляюсь, что на три месяца запретили. Я вот тут для себя записал ремарку. Совершается длящееся преступление, причиняющее огромный физический, материальный и моральный вред. И большое количество соучастников требует рассмотрения этого дела в особом порядке. Создание судебного конвейера и возмещение за счет вреда, за счет солидарной ответственности. Вот о чем мы говорим. То есть мы профессиональные юристы советуемся между собой, говорим, что как мы будем возмещать вред, который причинила Российская Федерация в лице Путина. Путем солидарной ответственности виновников, которые причинили вред. То есть если там нам не важно в каком объеме его вина. Вот абсолютно мы... Кто-то людей стрелял, а кто-то потеряет. Вообще вина не имеет значения. Вот как мы закроем причиненный вред материальный. То есть это и материальная оплата за материальные все издержки и за моральный вред. Вот за все мы расплатились, вот что вам осталось, потом мы будем разбираться, грубо говоря. А так нет. И кто у нас под руками, у тех и будем забирать и отдавать. То есть ответственность будет солидарная. Иными словами, будет конфисковано все. До дедушкиных носков. Если они этого не понимают, они идиоты просто. Вот представь, они раздувают войну на телевизионе, сидят там что-то, философствуют в носу ковыряют. И думают, что ответить что не придется. Да все, заберем до ноля. Вообще ничего не оставим. Живиновский вроде не сдал даже нормы ГТО. Да, там что-то он четыре раза отжался. Нет, там два раза потянуться надо было, ну по его возрасту. И что-то достать, ну этими, как сказать, пальцами до пола. Но я думаю здесь он сломался. Ты знаешь, вот парадоксальная ситуация. Я потянусь-то и вообще без всяких проблем. И отожмусь. Но пальцами до пола я даже в детстве не доставал. Даже в детстве не доставал. Спина негибкая. Руки короткие. Да, ну или руки короткие, спина негибкая. Так что я вот как-то там могу согнуться, но не до такой степени. Не сдастся. Да, ну как-то вот в армии ты знаешь все сдавал. И подтягивался, и подъем переворотом шесть раз. И там, и выход сил, и сколько положил. Я даже не помню сколько сейчас. Уж там и отбрусив, отжиматься. Мэрия столицы Кыргызстана выступила с предложением отказаться от использования георгиевских ленточек к 70-летию Победы. Ну правильно, своевременное решение, как сказали бы. Правильно, что ж, тут уже настолько вот этот символ, настолько он испачкан. Конечно, это ужасно то, что сделал Путин. Это страшное преступление. Меня спрашивали в свое время год назад, как можно реабилитировать георгиевскую ленточку. Спрашивали люди с Украины, которые неплохо относятся к советским символам, особенно к символам Победы. Я сказал, что очень просто преступников этого режима повесить по решению суда, по приговору суда, не на веревках, а на этих ленточках. Тогда они станут сразу же прям противоположным символом. И все, она будет реабилитирована. Президент Австрии Хайнс Фишер не поедет в Москву 9 мая. Мне вот нравится, как вы заберете, они вам не отдадут, они-то с деньгами, а вы нет. А вы думаете, деньгами можно защититься? Вы видели хоть одного, кто защитился бы деньгами? Вы вот посмотрите, у Ахметова деньги есть, а у Моторолы денег нет. Но не было, когда он машиной мыл, где Ахметову и где Моторолы. Поэтому тут может быть плохое сравнение, но деньгами еще никто не защитился. Ни один. Наоборот, они привлекают кучу народов, которые хотят их забрать. Желание их забрать. Так, в Австрии, да, вот, кстати... Они прям по одному. Ну, среди 30, да, тех, кого перечислял Лавров, австрийцы были. То есть, это... Вот, я так понимаю, что с ними, в связи с газовыми переговорами, договорились, что они приедут. Ну, тут они спрыгнули. Наверное, накололи. Не знаю. Ну, ты знаешь, президент Австрии, вот... Сейчас вот мы знаем, что это Фишер, да? А помнишь, как были одно время, наверное, 70-е годы, когда проводили там СЦУ, а там что-то 12% населения в последний год перед выборами знали, кто у них президент. Они забывали про это. И он говорит, а с кого же вы голосовали? Ну, за кого вы голосовали? Какая разница? А потом за три года уже забыли, на четвертый год, там, когда пропаганда вновь какая-то появляется, а, да, он есть у нас там какой-то. Не, ну, мы так в Советском Союзе голосовали. Тем более, нам-то легче было запомнить. У нас один Кэзи, да. И то мы их никого не запоминали. Ну, может быть... Да никого я не знал вообще, сколько раз голосовал. Вообще фамилии не запоминали. А что их запоминать? Он один. Россия отказалась участвовать в оружейной выставке в Великобритании. Да, причем удивительно совершенно. Заявили о том, что отказались участвовать в выставке до того, как их пригласили. Мы не пойдем. Их не пригласил никто, представляешь? А они отказались. И там все удивились. На западе сейчас пишут, а кто их приглашал? Говорят, да нет, принято решение не приглашать. А они так вот... Ну, я понимаю, представляешь, там какое-то количество бабок откатили шпиону, который принес информацию ценнейшую, что не собираются приглашать. Таким кислым лицом не собираются приглашать. Тут не собираются. Быстрее отказываемся, что не приедем. Давай быстрее. Все сделали. Отказались. Это победа. Путин всех переграл. Этому погоны, этому ордена, этому бабки. И все, все нормально. Выиграли. Как деятельность. Деятельность, да. Запасы недавно открытого месторождения, нефтяного месторождения на юге Англии могут составлять до 100 миллиардов баррелей. До 100 миллиардов баррелей. Да, причем в центре Англии. То есть, теперь еще и Англии. Между делом. Нефтяная сторона. Да, скоро. Так получается ситуация, что будет как у Мао. Когда он догоним и перегоним Англию по выплавке металла, и в каждом дворе стали ставить печь. Помнишь, и делать поганый такой металл, который потом никуда не шел. А вот здесь тоже, видишь, аэропорт минус, если будут добывать. Ну, конечно, нет, но они не разломают. Но везде будут дырки, качки, если они решат добывать там. Но я не думаю, что они решат, конечно. Ну, это показатель того, что да, век нефти кончается и прямо на наших глазах. Да. Ее вдруг стало много. Да, вдруг оказалось, что там она на глубине всего 800 метров. Ты же понимаешь, это не очень глубоко. Да рядом с аэропортом никуда ехать не надо. А рядом там и нефтеперерабатывающий завод. Прям трубу протянул и все. Да, вдруг открылось очень многое, что до этого оказывалось страшной тайной. Власти США с 92-го года собирают данные о звонках всех американцев. И говорят, что это прекратилось только после скандала с Эдвардом Сноуденом. Прекратилось, да. Сейчас.